Сегодня у нас небольшая дегустация. Мы будем пробовать сухое вино из синих мускатов, урожая уже прошлого, 2023 года. Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и винодели. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию виноградар и винодел по призванию. С нами все это понятно и доступно. Прежде чем мы приступим к самой дегустации, пару слов о самих синих мускатов и о технологии приготовления. Мускаты сорта невероятно ароматные, но и при этом недолго живущие. Также считается, что мускаты выбраживать насухо очень плохо. Если белые мускаты это еще нормально принимают, то красные мускаты этого совсем не любят. Тем не менее, у нас образец красных сухих мускатов. Значит, в составе здесь у нас галант, мускат блау, альминский и ливадийский черный. Ну, ливадийского черного очень мало. В основном это галант, макузайный и альминский. Вот такой состав. Применяли мы холодное брожение. Изначально, даже когда оно забражено на мезге, порядка дней пяти, наверное, мы держали. И уже в тот момент мы держали при температуре примерно 10-12 градусов. Вот так вот оно у нас бродило. И бродило очень-очень долго. Потом уже, когда брожение остановилось на веранде, там уже стала и температура снижаться, мы переместили в чуть более теплое помещение. Оно там дображивало, дображивало, дображивало. Все это время оно стояло на осадке. И только в начале этого года мы уже привезли этот образец в квартиру, домой в теплое помещение. Сняли с осадка. Уже там брожение никакое не завелось. Пару дней еще шло яблочное молочное брожение чуть-чуть. Были легкие пузырьки. Но сейчас уже все процессы остановились. И сейчас мы будем все это пробовать. При этом еще и пробовать мы будем с двух разных бокалов. А вот это у нас бокал вообще предназначен для Пинануар. А вот этот бокал у нас предназначен для Каберне. Опять же считается, что у скаты вина тоже высокоароматная, как и сами сажда. Да, что такие бокалы, типа как для Пинануар, более низкие не совсем подходят, потому что слишком большая ароматика будет сразу бить в нос. Лучше что-то такое побольше. Но вот сейчас мы с вами посмотрим, продегустируем. Итак, вино в бокале. Ну, сразу, конечно же, цвет. Да, возьмем. Есть у меня какой-то листочек. А он с одной стороны, как бы, очень такой плотный, темный. Но еще и красивый розовый, такой гранатовый. Прям очень красивый. Не передает, к сожалению, камеру. Конечно, покручу, покручу, покручу. Да, оно не дает такого яркого. Можно еще в контролем освещении попробовать. Потому что лампа подсвечивает. И, конечно, оно не так дает. Вот, я вам скажу, что пока я все вот так вот кручу, у меня уже слюнки текут, текут, потому что запах обалденнейший. Ну, вот так, наверное, будет чуть лучше видно. Но цвет плотный, очень насыщенный. Ну, у нас получилось, что один бокал крученый, второй не крученый. Первый нос. Ну, и запах. Нищем не перепутать. Хотя я буквально недавно рассказывала, что я действительно, видно, перепутала. И был другой образец, который тоже пах мускатами. Правда, несколько слабее, запах был менее интенсивный. И здесь, конечно, все гораздо ярче. Но, смотрите, у нас высокий бокал. У нас бокал очень большой. Вот, и поэтому запах, если вино не шевелить, он очень мягкий, нежный. И здесь он будет интенсивнее. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. Вот прям четко идентифицировать что-то, знаете, мне кажется, ежевика. Ну, вот тут почему-то мне это кажется. Это конфеты, это леденцы. Я всегда говорю, что для меня мускаты, это такие вот манбансье. В металлических баночках, фруктовые, яркие, вот такие леденцы. Мне кажется, что еще ежевика. Вы знаете, что еще может быть? Голубика. Причем голубика лесная и чуть-чуть подваренная. Вот кто пробовал варенье из голубики лесной, такой вот оля пяти минутки, вот чуть-чуть, она тогда больше раскрывается. Такие вот интересные какие-то появляются. Вот она, ну, у меня, по крайней мере, именно такие ассоциации. Конечно, в этом бокале он пахнет ярче. Ну, я сейчас попробую вот пошевелить, да, и там, и там. Все равно, да, запах есть, но в этом бокале он не такой яркий. Хотя, смотрите, опять же, если мы возвращаемся к этому бокалу, несмотря на то, что я говорю, да, запах яркий, но он не бьет в нос. Вот есть такая ароматика, которая прямо сразу вот кулаком складывает. Здесь нет, здесь все очень приятно и гармонично. И даже честно вам скажу, что если бы я бы вот чисто по запаху, чисто по запаху выбора, из какого бокала пить, я бы выбрала бокал для пененара. Ну, теперь пробую. Поскольку там ярче, да, то давайте начнем вот с этого. Я вам вот что скажу, что они прям очень разные. Как будто два разных вина. Вот в этом бокале вино, кажется, несколько ароматнее, но кислее. А в этом оно вообще не кислое. Более мягкое, более нежное, но сама по себе вот эта ароматика мускатов. Она не такая яркая, она потом в послевкусии проявляется. Вот послевкусие здесь очень долго на языке начинают проявляться. Вот эти конфетки, ягодки. Мне кажется, что еще какие-то черные ягоды начинают проявляться. То есть такая очень приятная. Сейчас попробуем этот еще покрутить. Чуть больше. Все-таки, смотрите, вино молодое. Как я вам сказала, что тут брожение только совсем недавно закончилось. Поэтому оно может быть не совсем слажено, не совсем сформировано. И вот у молодых вино-бокал очень сильно зависит. Поэтому такое тоже маленькое лирическое... Ох, как сейчас запахло. Маленькое лирическое отступление. Если вы пробуете свое вино, оно вам не нравится, держите несколько разных бокалов и пробуйте в разных. И смотрите, где нравится больше, потому что оно разное. А вот сейчас уже здесь не слышно такой кислоты. Ароматика вот эта как леденцовая. Она здесь именно во вкусе. Все-таки несколько больше в этом бокале, нежели в этом. И знаете, что еще начинает проявляться? Это легкая горчинка. Но она, опять же, для понимания, она совсем-совсем легкая. Это не та горечь, которая неприятная. Это не та горечь, которая говорит о дефекте вина. Нет, это легкая-легкая такая вот чуть-чуть горчинка. Также появляется легкая терпкость. Танины начинают себя проявлять. Опять же, что интересно, тоже в разных винох, вот если еще пробуйте, да, я всегда говорю, что хотите в винох развиваться, пробуйте. Есть вина, у которых танины дают на небо. Вот прям совсем небо вволакивает. А здесь танины, они на языке остаются. Притом цель, да, почему было холодное сбраживание, чтобы мало было танины. Потому что мускатом красным не надо танины, да, они для другого сделаны, чтобы сохранить ароматику. Но легкие танины, вот они чуть-чуть потом на языке, они чувствуются. Немножко такое вот шершавенькое ощущение, опять же, для тех, кто не совсем еще представляет о чем речь. Это такое легкое-легкое шершавое ощущение, но оно ничуть не мешает. Что еще, мне кажется, что здесь начинают проявляться, тоже не из первого глотка, травы. Такие, знаете, не просто сено, а очень ароматные. Такие вот бывают у бабушек в деревне. Они какие-то хитрые делают, такие травяные смеси, которые очень ароматные. Это вот это чайопешки. Ну, это что-то такое нереально вкусное. Вот какие-то такие ароматные травы. Четко, опять же, определить. Чабор, может быть, да, может немножко душиться, но совсем чуть-чуть. То есть мяты, например, нету, а вот что-то такое чаборковое, вот мне кажется, что может чуть-чуть отдушиться. Легкий такой травяной аромат, он присутствует. В целом, конечно, очень интересный. И когда мы как бы затеяли еще в бокальную дегустацию, я сказала, что оно разное, но честно, вот, я вам не могу сказать, в каком из бокалов мне нравится больше. Потому что оно просто разное. Вот чуть кислинка по-разному, чуть ароматика. Но хорошо и то, и другое. Вот поначалу, вот здесь мне больше нравилось. А сейчас, вот я даже точно не могу сказать. В этом бокале оно тоже очень симпатично смотрится. И очень так интересно. Даже вот сейчас, вот на этом лотке, уже здесь стало оно более ароматным. А здесь более сдержанным. Вот насколько интересно посуда может влиять на вина. Ну, конечно, на вина такие и высокоароматные, и правильно хорошо сделаны. Если это тяжелый вина с пакета, то там можно и в стакан наливать. Но опять же, отвлекаемся на тему посуды. Эта тема другая. Много раз говорили. Может быть, как-нибудь поговорим еще. В общем и целом, очень интересный образец. Вкусный. Очень вкусный, очень интересная. Ароматика яркая. Но при этом она, вот я все время повторяю, что она не бьющая, она не парфюмная. Это не бывает вкусно. Да, парфюмная, она сделала только, понимаешь, все, все, я больше, ну, два максимума, да, я оселю, но больше нет. Здесь такого нету, вкус мягкий. Но это вино, скорее всего, дни под гастрономию. Это вино вечером включить в кино и пить вино. Вот это для такого. Может быть, чуть-чуть какая-то легкая такая нейтральная еда. Может быть, какое-то мяско. Я вообще сырый. Очень люблю сырый. Но мне кажется, что вот сюда даже такой не соленый, например, не с плесенью, не яркий сыр, потому что оно само по себе такое яркое. А что-то такое очень спокойное. Чуть-чуть на это надо пробовать. Вообще данные вещи, они замечательно без ничего. Значит, что касается, насколько долго проживет этот мускатный аромат. Конечно, никто этого не знает. Но мы попробуем проследить. Поскольку вот еще сейчас заканчивалось яблочное молочное брожение, то оно не разливалось. Выносить на холод мы его не будем. Конечно, если мы положим несколько бутылок на хранение, то так или иначе, все равно со временем, видно, камень там выпадет. Но выпадет бутылки и выпадет бутылки. Опять же, нам не на продажу, не кому-то нам для себя. Но специально стимулировать здесь выпадение винного камня мы не будем. В принципе, оно и так, там чуть-чуть он подвыпал, что оно стояло в холодном доме до недавнего времени. И там температуры практически до нуля опускались. Ниже нет, но практически до нуля. Так что оно свое постояло как бы, ну, много камней там, если что, сильно заметного не было. Чуть-чуть где-то по стеночкам, буквально капельку. Но это немного. Да, поэтому как есть, стимулировать не будем, потому что по кислоте здесь полная гармония. И убирать ее еще больше, ну, просто не имеет смысла, что вино станет тогда, может стать таким, немножко плосковатым. Конечно, когда вино сильно ароматное, то как бы недостаток кислоты или даже избыток кислоты ну, меньше сказывается, потому что есть вот это вот еще сильно ароматика. Но все равно по кислоте прям идеально. И тоже вот в разных бокалах оно по-разному чувствуется, где-то немножко есть, но такая приятная. Потому что неприятная кислота, это когда оно здесь печет. Да, вот и во рту сильно печет. Здесь нет легкой кислинки, вот на уровне ООО, кисленько. Да. И даже кисленько это так вот уже будет многовато. По кислоте здесь все замечательно, по ароматике тоже все замечательно. Ну вот посмотрим. Да, еще немножко его поддержим. Конечно, да, часть будем потреблять, но часть ради эксперимента просто оставим. Не знаю, насколько оно схватит. Да, потому что... А, объемы небольшие, порядка 10 литров. Всего лишь этого образца было. Это объем ни о чем. Да, но постараемся чуть-чуть оставить, посмотреть, как оно будет развиваться в перспективе, как оно себя покажет. Ну, вообще еще мускаты можно делать с остаточным сахаром, можно их спиртовать, можно останавливать брожение. Тогда больше сохраняется этот аромат. Для любителей сладенького, да, это очень хороший вариант. Тем более, что мускаты еще, как правило, набирают достаточно большое количество сахара. А если их еще немножко подвяземить, чуть-чуть подвязать, повторю, потом можно доспиртовать, то вполне может получиться интересно. Хотя мы любим сухие, но как-то вот сладкие не очень нравятся. А вот сухие хорошо. И точно могу сказать, что красные мускаты в сухом варианте тоже хороши. Посмотрим, конечно, как будет в дальнейшем. Но если в дальнейшем в какой-то момент оно там умрет, да, и станет невкусным, значит, я вам скажу, что все вот. Не больше там, допустим, 4 месяцев пить, оно живет, а дальше умирает. Посмотрим. Но это очень хороший вариант вот для тех, кто любит употреблять быстро. Ну, и не то, что даже любит, для тех, у кого небольшие запасы, и мы не можем себе позволить там хранить, даже не то, что хранить, выдерживать вино год, два или три, то мускаты такой очень интересный рабочий вариант. Надеюсь, вам было интересно. Большое спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Подведем нажатую кнопку еще ссылка на каталог наших сортов и награды наших контактов. До новых встреч!